От Ибн-Аббаса, да будет доволен им Аллах, передано, что однажды Омар, да будет доволен им Аллах, пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал, о посланник Аллаха, я погублен. На что пророк, мир ему, спросил, что же тебя погубило? Омар, да будет доволен им Аллах, ответил, этой ночью я развернул свое седло. Обратите внимание, как Омар подобрал нужные слова, чтобы объяснить то, что беспокоило его. Естественно, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, понял его. Ибн-Аббас, да будет доволен им Аллах, передатчик данного хадиса говорит, пророк, мир ему, промолчал и ничего не ответил. После же ему был ниспослан аят, ваши жены являются пашней для вас, так приходите же на вашу пашню, как пожелаете. После пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, приближайся спереди и сзади, но избегай ануса и менструации. Этот хадис приводит Ат-Тирмизи, и он относится к числу Хасан Сахир, то есть хороший, достоверный. А вот что говорит шейх Исаади, известный толкователь Корана, да помилуйте Аллах, разъясняет данный аят. Мужчинам разрешается вступать в половую близость с женами, спереди или сзади, но только через половые органы, потому что именно матка является пашней, на которой развивается зародыш. Это откровение подразумевает запрет на половую близость через анальное отверстие, потому что Аллах разрешил половую близость только через половые органы. Этот запрет упоминается во многих хадисах пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который проклял того, кто вступает в половую близость через анальное отверстие. Затем Аллах повелел своим рабам заблаговременно совершать добрые деяния. Одним из таких деяний является половая близость с женой, благодаря которой человек надеется приблизиться к своему Господу, заслужить вознаграждение и приобрести потомство, которое по воле Всевышнего может принести ему большую пользу. Конец цитаты.